МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире время новостей на МТВ в студии Анны Корохова. Сегодня в Волгограде откроется первая в регионе зарядная станция для электротранспорта. Специалисты проверят работу УК по содержанию контейнерных площадок. Журналисты МТВ отправятся в Волго-Охтубинскую пойму, чтобы увидеть, как проходит подкачка воды в Ерике, и посетят выставку «Художник в городе» в музее Машкова, где пообщаются с автором экспозиции и узнают историю создания самых необычных работ. Все это в наших следующих выпусках, а пока о главных событиях к этому часу. И начнем с главной темы последних четырех дней. В Волгограде завершился кинофестиваль «Волгоградский факел». Жители и гости нашего города смогли увидеть около 40 фильмов современных российских режиссеров, как известные ленты, так и работы начинающих авторов. Посетить мастер-классы от волгоградских артистов. В рамках фестиваля также состоялись спецпоказы работ журналистов телеканала МТВ. В числе почетных гостей был и художественный руководитель фестиваля Сергей Новожилов. Презентация состоялась в кинотеатре «Эмпайр Синема». Анимационный фильм про реновацию острова Сарпинский, исторические хроники «Царицы на Волге», «Арт-ТВ», совместный проект со студией «Лунная фея» о театрах малых городов России и документальный фильм «Беслан. Город ангелов». Телеканал МТВ представил зрителям четыре работы. Чтобы увидеть ленты на большом экране, волгоградцы и гости города заранее бронировали билеты. Свободных мест в зале почти нет. Нам рассказали про то, что здесь будет проходить кинофестиваль, будут представлены работы волгоградских авторов. Мы пришли посмотреть на них. Для нас важно посмотреть, что представляют местные авторы. Каждая лента уникальна. Документальный фильм «Беслан. Город ангелов» посвящен трагическим событиям 1 сентября 2004 года. В тот день боевики захватили школу. В заложниках оказались более тысячи человек. На протяжении трех дней они находились в помещении, напичканном взрывчаткой, без пищи и воды, в ожидании, что в любой момент их могут убить. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. О самых страшных воспоминаниях журналистами МТВ поделились те, кто пережил этот ад. Историческая хроника «Царицын на Волге» – живые картины. В исторической среде – своеобразный путеводитель по самым потаенным уголкам уездного города. Настоящая историческая эпопея о жизни «Царицына» начала 20 века. Отдельного внимания заслуживает мультфильм про остров Сарпинский. Здесь все объекты ручной работы сделаны из пластилина. Движение в кадре – результат многочасового труда профессионалов МТВ. Те работы, которые представит муниципальное телевидение и так называемый «Мой опекун» нашего телевидения, молодежная студия, которая делает фильм про театры малогородов, интересная работа, даст возможность понять, что в Волгограде есть жизнь, в Волгограде есть профессионалы. На протяжении всех четырех дней от открытия и до закрытия фестиваля наши журналисты работали на площадках. Спасибо сказать своим ребятам, которые действительно много работы сделали в подготовке фестиваля, потому что для города это огромное событие. В Волгоград первый раз пришло настоящее большое кино. Приехало много великих артистов, и они действительно артисты с большой буквы. Кстати, именно наш телеканал МТВ стал информационным партнером первого открытого всероссийского кинофестиваля «Волгоградский факел». Я очень рад сотрудничеству с городским телевидением, потому что ваше телевидение освещало полностью нашу работу и, более того, помогало в решении нам и других вопросов. За такую поддержку информационную и полиграфическую нашего фестиваля. И могу сказать, что это во многом определило инфо-успех. Всего на первом открытом всероссийском кинофестивале «Волгоградский факел» было представлено более 40 фильмов. Это и конкурсные работы, и спецпоказы. Некоторые ленты зрители увидели впервые, некоторые уже выходили на больших экранах и получили признание. В программу также вошли творческие встречи и мастер-классы с волгоградскими коллегами. Они прошли и в городах Волгоградской области. В спектакле смогли увидеть жители Камышина, Калача-на-Дону, Михайловки и Урюпинска. Работали различные открытые площадки. За именно эти четыре дня сделано то, в таком объеме, может быть, это было бы, если, не знаю, неделю или больше. Очень приятно, что все фильмы, которые были показаны, конкурсные и не конкурсные, пользуются большой популярностью всех зрителей, тех, кто приходили. И это не только было в кинотеатре, это было на Центральной набережной. Тоже приятно, что все свой интерес выразили к этому фестивалю. Фестиваль «Волгоградский факел» зажег сердца сотен волгоградцев и гостей города. Организаторы уверены, такое событие обязательно нужно повторить. Лучше всего сделать традиционным. Ну а благодарный волгоградский зритель уже в ожидании следующего фестиваля в нашем городе на Волге. Анна Корохова, Екатерина Кудряшова, Виктор Хеврин. Время новостей. Уже завтра троллейбусный маршрут номер 10А соединит север города с центром и Дзержинским районом. На маршрут выйдут свыше 20 троллейбусов, 9 из которых с автономным ходом. 12 обычных троллейбусов временно будут ходить от улицы Громши до улицы Землячки. Еще 9 троллейбусов с автономным ходом после остановки улицы Землячки будут следовать по улицам Исторической, 51-й Гвардейской, Космонавтов, Танкистов, Восточно-Казахстанской, а затем снова вернуться на улицу 51-й Гвардейской. Интервал движения составит 10 минут. На участке от улицы Землячки до Жилгородка около 20. В течение месяца обычные троллейбусы заменят еще 11 новых машин с автономным ходом, после чего маршрут номер 10А в полностью обновленном составе выйдет на расчетный режим работы по маршруту Спартановка-Жилгородок. Добавим также, что изменится и троллейбусный маршрут номер 9. Это связано с выходом на линию маршрута номер 8А, который курсирует от инструментального завода до оптово-строительного рынка. Новый маршрут номер 8А благодаря троллейбусам с автономным ходом теперь работает в увеличенных границах. Общественный транспорт ходит до оптово-строительного рынка вместо площади имени Куйбышева в Советском районе и до инструментального завода вместо улицы Громши в Тракторозаводском. В свою очередь троллейбус номер 9 с 1 сентября начнет ходить от нижнего поселка на Тракторном через вторую продольную магистраль с выходом по проспекту Металургов на проспект Ленина и до конечной остановки Детский центр. На этом маршруте будут задействованы 25 единиц подвижного состава с интервалом 6 минут в час пик. В межпиковое время ожидания составит до 10 минут. Напомним, что микрорайон Тулака обслуживает маршрут номер 15А. Транспорт перевозит пассажиров от больничного комплекса до площади имени Куйбышева, а автобус номер 65 курсирует в пределах площади имени Куйбышева до жилгородка. Территория бывшего тракторного завода получит новый импульс развития. В Волгограде подвели итоги всероссийского открытого конкурса в рамках международного фестиваля «Экоберег». На суджюри архитекторы со всей страны представили 50 вариантов развития знакового микрорайона города. Задача не только вписать в проект «Жилу», застройку, студенческий кампус и зоны отдыха, но и предусмотреть транспортную доступность территории и сохранить объекты культурного наследия. Кто стал победителем, расскажем в нашем следующем материале. Площадь территории бывшего тракторного завода больше 300 гектаров. Конкурсная задача – наполнить территорию максимально эффективно. Блестяще с ней справились, завоевали победу и премию в полмиллиона рублей участники столичного коллектива архитекторов. В основе их концепции – плотная застройка, многофункциональность и мягкое зонирование по слободам. Каждая зона со своим центром и индивидуальной планировкой, а еще обводнение поймы реки Мечетка. Есть территория, намывная, где овраг, которой бы тоже хотелось воду туда вернуть, потому что изучая карты города во времени, было очень жаль, что буквально век назад там была речная территория. И мы акваторию реки предполагаем завести в овражную часть и сделать там парковую зону. А призеры конкурса «Архитекторы из Ростова-на-Дону» в своем проекте решили вписать новые объекты инфраструктуры в существующий исторический контекст и сохранить целостность природного коридора, чтобы не нанести экологии ущерб. Мы предложили сохранить старые заводские трубы, которые там пока еще остались, и не трогать их. Сеть велодорожек, которые проходили по этому району, мы положили так, как проходили когда-то подъездные пути. В начале июня мы сюда шестером выезжали и провели здесь целый день на площадке, буквально ногами ее исследовали. Заявки на участие в «Экобереге» подали 104 творческих коллектива, лишь 50 из них дошли до финала. Современные подходы к развитию прибрежных территорий оценивали зарубежные архитекторы мирового уровня. Очень долгий был спорт, но тем не менее, пришли в консенсус, выбрали три замечательные работы. Я лично, как член жюри, больше обращал внимание на те работы, где авторы искали новые подходы, какие-то оригинальные идеи. Среди участников международного фестиваля «Экоберег» и студенты дипломами жюри отмечены работы нескольких авторских коллективов, в том числе и Волгоградского государственного технического университета. Для молодых архитекторов участие в таких мероприятиях на вес золота вместе с мастодонтами отрасли они посетили знаковые места Волгограда, участвовали в дискуссиях и мастер-классах. Мы были на экскурсиях по городу, по новостройкам, ходили в современный театр. В принципе, город отставил у нас хорошее впечатление. Когда смотрели проекты, фотографировали, узнавали для себя, какой-то опыт получали и рассматривали. Нам было интересно покопаться в других работах, оценить наш уровень, оценить уровень наших коллег. Председателем жюри выступил Владимир Марченко, а глава города отметил, все креативные идеи в дальнейшем лягут в основу проектов развития территории. Это большая помощь для города Волгограда, для обустройства. Вот мы определились для себя и включили в программу перспективного развития города Волгограда, которая утверждена губернатором, как раз место бывшего тракторного завода, для того, чтобы люди могли увидеть красоты Волги, реки огромной Волги. Ну и заодно сделать этот вот такой концерт, я бы так его назвал, с упором на молодежь. Организатор фестиваля «Союз архитекторов России» символично, что в этом году ему исполняется 90 лет. «Союз архитекторов особенно значимо проводить этот фестиваль в год своего юбилея. Но то, что здесь сделано, еще многие будут помогать городу развиваться вправе, в соответствии с передовыми, с самым лучшими мировыми тенденциями, не только на приближенных территориях, но и на всех остальных». По итогам фестиваля эксперты сошлись в едином мнении, Волгоград вновь подтвердил свой почетный статус полигона передовых градостроительных идей. Екатерина Кудряшова и Глиб Волков. Время новостей. Волгоградские больницы продолжают закупать современное цифровое оборудование, позволяющее проводить исследования более качественно. При этом время от начала исследования до получения результата существенно сокращается. Так, в областной клинической больнице номер 3 в Ворошиловском районе установили мощный компьютерный томограф. Пользоваться им смогут как пациенты, проходящие лечение в стационаре, так и те, кто обращается в поликлинику. Пока он еще под пленкой, но через пару месяцев его мощность смогут оценить сотни пациентов областной клинической больницы номер 3. Если раньше в учреждении проводили от 30 до 50 рентгенологических исследований в сутки, теперь это количество заметно возрастет. 64-срезовый компьютерный томограф в сравнении с имеющимся в учреждении оборудованием более точный. К тому же позволяет проводить больше исследований. Будем обследовать органы брюшной полости, грудной полости, костно-суставной системы, позвоночника и головного мозга. То есть нам более... позволит нам на более раннем этапе сделать диагностику. Детальное современное обследование поможет врачам принимать правильные решения в плане лечения больных. В первую очередь аппарат станет доступен для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и поступивших на реабилитацию после перенесенных сосудистых катастроф. Принимать здесь будут и коронавирусных пациентов. При ухудшении эпидемиологической ситуации по развитию новой коронавирусной инфекции у нас появляется возможность проводить диагностику осложнений этой инфекции. Дабы избежать контакта здоровых и больных пациентов, было принято нами решение поставить компьютерный томограф вне общего здания нашей больницы. Оборудование установили в здание, которое ранее не использовалось. Здесь укрепили полы стены, усилили электропроводку, заменили окна, преобразили и внутренние помещения. Задача по комплексному повышению качества и доступности медицинской помощи остается одной из приоритетных в работе региональной власти. Работа по обновлению медучреждений проводится в рамках нацпроекта здравоохранения. Дополнительные возможности для оснащения новым оборудованием крупнейших больниц региона появились и в результате заключенных на АПМФ-2022 соглашений. Дарья Коломыченко, Александр Шишин. Время новостей. Какая погода ждет волгоградцев в сентябре? Чем может обернуться отказ от вакцинации? И как мы будем отдыхать в 2023 году? Какие еще публикации оказались в списке самых читаемых на информационном портале mtv.online? На улице 50-летия в ЛКСМ в Волгограде демонтируют старый асфальт. Компании-исполнителю предстоит заменить почти 3000 квадратных метров. Ремонтные работы выполняют в рамках национального проекта безопасные качественные дороги. Группа «Чиш и Ко» выступит в Волгограде на парк «Сизен-фесте». Какие хиты исполнят завесу тайны, приоткроем на mtv.online. Вирусолог из центра Гамалея призвал вернуть удаленку в Россию. Специалист считает, что подобная мера хорошо зарекомендовала себя во время предыдущих вспышек ковида. В Волгоградской области проведут День памяти Юрия Шатунова. Он состоится 6 сентября, в день рождения певца. В этом году ему исполнилось бы 49 лет. А также какая погода ждет волгоградцев в сентябре? Чем может обернуться отказ от вакцинации? Сколько жителей региона пострадали от укусов клещей в этом сезоне? И как мы будем отдыхать в 2022? Все это не только. Читайте и смотрите на сайте mtv.online. Отдых с друзьями, прогулка с собакой, поездка на дачу. Что еще нужно волгоградцам для счастья? Наши зрители поделились своими новостями и рассказали, какие события сделали это лето счастливым. Мы вообще в принципе здесь не живем, но когда-то давно жили, приехали сюда. Поэтому это самое яркое событие. В выходные приду на дачу. Провела время с семьей. Все здорово. Как бы в будни дни стараюсь работать. Лето. 2022 года. Каждый день запоминающийся. Прекрасно. Человек ко мне приехал в гости из Сургута на три недели, и я просто счастлива. Это ли не событие? Выходные провела нормально. Погуляла с собакой, посмотрела телевизор. Все хорошо. Вообще хотелось бы в Адыгеев съездить, но пока не получается. Работа есть работа. Волгоград готовится отметить свой 433-й день рождения. Основные торжества в городе на Волге продлятся на протяжении трех дней. 9, 10 и 11 сентября. Первый день празднования пройдет под девизом «Волгоград – наша история». Второй будет посвящен традициям нашего города. Тематические площадки будут расположены на центральной набережной от сквера Пахмутовой до павильона «Бронекатер» БК-31. 10 сентября праздник откроют парады молодежи и студентов. Парад студентов стартует в 9.30. Почти 8 тысяч первокурсников пройдут по аллее героев к центральной набережной, где на нижней террасе состоится торжественное посвящение в студенты. Затем мероприятие продолжится на сцене амфитеатра, где ребята представят свои учебные заведения и поздравят горожан с днем города. В 10 часов утра 160 супружеских пар, вступивших в брак в этом году, пройдут под марш Мендельсона по обновленной лестнице в створе улицы Ковентре и пешеходной эстакаде над ракадной дорогой к новому амфитеатру. Здесь же зарегистрируют брак 8 пар из 8 районов Волгограда, после чего состоится первый танец молодых. Финальной частью мероприятия станет прогулка по Волге. В 12 часов дня на центральной набережной стартует парусная регата Кубок Сталинграда. Горожанам и гостям Волгограда также покажут флайборд-шоу и соревнования по водно-моторному спорту. В это же время над Волгой состоится чемпионат Российской Федерации по самолетному спорту на реактивных самолетах. В 17 часов воздушную часть праздника продолжит фестиваль воздухоплавания с аэростатами неба Волгограда. В парке Царицынский в 12 часов дня впервые пройдет фестиваль воздушных змеев выше неба. Там же состоятся мастер-классы по изготовлению и росписи летательных аппаратов. Принять участие сможет любой желающий. Кульминацией фестиваля станет одновременный запуск воздушных змеев. 10 и 11 сентября в полдень у амфитеатра будет проходить выставка продажа волгоградских товаропроизводителей «Сделано в Волгограде. Сделано с душой». Все гости смогут подкрепиться на гастрономической площадке «Вкус Волгограда» на улице Ленина. На верхней террасе набережной с 11 часов на сцене у фонтана искусства начнется концертная программа. Кухрана и Ауна Притичи запустят историческую интерактивную площадку «Царицынская слобода», где будет отражена жизнь уездного царицына 1913 года. Гости узнают из газет о событиях того времени, а также побывают на праздничной ярмарке, отведают различные явства. По соседству с исторической площадкой разместится выставка ретроавтомобилей. В течение дня на аллеях набережной будут работать интерактивные площадки и мастер-классы «Волгоград. Наши традиции». Посетители смогут украсить себя аквагримом, сделать роспись по гипсу, театральную мозаику, посмотреть аллею живых картин и многое другое. У памятника Петру Первому с 12 до 18 часов будет проходить Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии вместе ярче. Участников ждут различные акции, конкурсы, тематические викторины по энергосбережению, а также работа выставочных площадок с демонстрацией экспозиции предприятий топливоэнергетического комплекса. В Центральном парке культуры и отдыха пройдут вторые спортивные игры на Волге «Страна чемпионов». С 12 часов начнутся соревнования по кикбоксингу, рукопашному бою, каратэ, прыжкам на батуте, акробатике и эстетической гимнастике, футболу, теннису, паркуру, танцевальному спорту. Часть мероприятий состоится на других площадках. В час дня стартует шоссейная велогонка «Волжский ветер». Она пройдет по нулевой продольной от бронекатера БК-31 до стадиона «Волгоград-арена». Также в этот день состоится легкоатлетический пробег «Волгоградская миля» и забег на роликах. В сквере Пахмутовой в 17 часов состоится концерт в песне «Жизнь моя», на котором прозвучат легендарные произведения Александра Николаевны Пахмутовой. На нижней террасе центральной набережной в 17 часов начнется галоконцерт. Кульминацией праздника станет выступление приглашенной звезды и красочный фейерверк. С полной программой мероприятий можно познакомиться на сайте администрации Волгограда. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях и делитесь собственным мнением в комментариях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале mtv.online Полная коллекция видео на rutube.ru Не пропустите. Главное – подписывайтесь на наш канал. На этом пока все. Встретимся в прямом эфире на МТВ уже совсем скоро. Не переключайтесь. Здравствуйте! В эфире МТВ «Народный календарь» в студии Алексей Ичевский. Сейчас я расскажу вам о народных приметах, обычаях и, конечно же, праздниках. Сегодня чтут флора и лавра, а также отмечают лошадиный праздник. Святые флор и лавр раннехристианские мученики, родные братья. Они были искусными каменщиками, и правитель направил их на постройку языческого храма. Плату, полученную за работу, братья отдавали бедным и рассказывали им о Христе. Проповеди сопровождались чудесами. Одним из них стало исцеление сына языческого жреца, после которого и он сам, и его отец обратились в христианство. Когда храм был готов, флор и лавр вместе с другими христианами совершили в нем совместную молитву, а после уничтожили всех идолов. Участников этих событий по приказу правителя схватили и сожгли, а флора и лавра бросили в колодец и засыпали землей. Предание утверждает, что в момент обретения мощей святых братьев прекратился падеж скота. В связи с этим на Руси флора и лавра почитают, как покровителей лошадей. Даже на иконах этих мучеников положено писать с конями. На Руси на флора и лавра не допускалось привлекать лошадей к работе. Напротив, с самого утра их обхаживали. Чистили, мыли, заплетали гривы, а после отводили к обедни и окропляли святой водой. Говорили, что это должно защитить лошадей от болезней. Весь день животных старались угощать лакомством, кормили пирогами. Также пекли особое печенье с изображением конского копыта. Этот день считался последним для полевых работ. Окончание сева озимых было принято отмечать праздничными гуляниями. Земледельцы вырывали полы, не рассматривали ее корни. Если они толсты, на следующий год можно ждать хорошего урожая. Также начинались бабьи засидки. Крестьянки собирались у какой-либо вдовы и проводили вечер с рукоделием за разговорами. Ну и, конечно же, не забывали обращать внимание на приметы. Не успеешь посеять рожь до флора, будет плохой урожай в следующем году. Лошадь часто перебирает ногами и фыркает, жди ненастной погоды. Сегодня нельзя топтать траву и бегать по ней. В старину считалось, что именно в этот день она может рассказать о грядущих событиях. Для этого нужно было сесть в тихом месте и слушать шелест травы, в котором можно было услышать предначертанное в ближайшем будущем. Если же топтать траву, то в наказание она расскажет только о плохих событиях. В этот день желательно носить светлые вещи, отказаться от темных и полностью черных нарядов. Нельзя лениться, отказываться или уклоняться от работы. Долго придется без дела сидеть. Ну а сейчас по традиции в конце выпуска поздравим наших дорогих именинников. Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Лев, Лука, Макар, Михаил, Ульяна от всей души поздравляем вас. Кстати, рожденные в этот день с уважением относятся к окружающим людям, ставят в приоритет не только собственные мечты и потребности, но также интересы родных, друзей и коллег. По этой причине могут иметь множество верных друзей. Руководство ценит их за ответственность и исполнительность. Благодаря чему они могут строить блестящую карьеру. На этом у меня все. Желаю вам хорошего дня и помните, только на МТВ, несмотря на приметы и прогнозы синоптиков, всегда хорошая погода. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. До новых встреч. Пока-пока. Сегодня в Волгограде возможны кратковременные дожди, грозы, ветер северный от 3 до 12 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 32, плюс 37.